Ну и так, добрый день, дорогие друзья, раз всех приветствовать, потому что наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена событию, в общем-то, где-то даже долгожданному, которое случится у нас через неделю, это Завируха 2013, это гонки на собачьих упряжках. Представлю присутствующих в зале гостей, и меня зовут Олег Гапанович, я руководитель пресс-службы Завирухи, Ольга Веденеева. Главный организатор, в общем-то, даже идейный вдохновитель такого красивого мероприятия, которое в Беларуси будет проходить уже в третий раз, и Рита Медведь, это представитель генерального партнера компании Атлант-М Британия. Также, дорогие друзья, сегодня у нас присутствуют в зале представители наших партнеров, представители Завирухи, это Наталья Богданкевич, директор магазина К-8 Богданович, Сергей Михайлович Едицкий, это начальник отдела видеонаблюдения компании Модуль Инжиниринг, и Анна Латышева, пиар-менеджер компании Чика, представитель в Беларуси. Также Яна Шейко, дизайна студия Клик Клайк. Пару слов, наверное, о том, что такое Завируха. Завируха — это ездовой спорт, это прежде всего зимний ездовой спорт, поскольку мы… Я являюсь председателем общественного объединения Клуб Северных Ездовых Собак. Мы пытались его здесь развивать, и вот пришла такая идея провести зимние соревнования. Они сложны и тем, что необходимо иметь трассу, которую нужно готовить по каждому снегу. Вот обратились мы изначально к площадке фестивальной, они нас два года поддерживали. В этом году соревнование настолько растет, что у нас уже заявки перевалили за 100, а до 20-го числа я еще их принимаю у спортсменов. Поэтому и место мы выбрали уже более профессиональное. То есть это Раубичи, это профессиональная трасса, лыжероллерная, подготовленная аэротраком. Это уже рельефная трасса, там уже сильные спортсмены приезжают. На сегодняшний день заявились спортсмены из Литвы, Латвии, России. По нескольким причинам все-таки не приедут эстонцы, поляки и украинцы. Но даже несмотря на все-таки узкую географию, количество гонщиков очень большое. Причем так получается, что Россия, самый дальний регион, который представляет, это Анадырь. Приезжает спортсмен оттуда. Основная, конечно, часть это центральная Россия. На сегодняшний день есть заявки от самых маленьких участников. Это шестилетних детей, которые будут принимать участие в детских пробных заездах. Причем там нет ограничений на чем? На санках, на снегокатах, на лыжах. При помощи, конечно же, родителей мы устроим в воскресенье такой вот пробный заезд. И самый взрослый у нас участник, которому будет 71 год. То есть это говорит о том, что ездовой спорт подвластен всем. То есть может каждый попробовать себя именно в этом виде спорта. Еще чем уникально, у нас будет один гонщик из России, который инвалид-колясочник. У него специально сделаны нарты. Извините меня, просто это трогает. И мы вот решали с главным судьей, потому что трасса достаточно сложная. Много спусков и подъемов. Мы нашли вариант, что он при помощи палок, единственный, кто будет использовать в упряжке палки, сможет пройти эту дистанцию. Я, наверное, вот из доклада все. Если будут вопросы, то я готова отвечать. Потому что программа обширная. Мы придумали и для спортсменов, и для зрителей много чего. Но это, наверное, лучше расскажут все присутствующие. И о тех новшествах, и необычных вещах, которые еще никто не делал. Не то, что в ездовом спорте, но и во многих других таких вот активных зимних мероприятиях. Надо сказать, что Завируха уже третий год развивается на моих глазах. Потому что мне тоже, в общем-то, посчастливилось быть организатором этого мероприятия. И первой Завирухи мы только там с Олей думали, многие вещи какие-то продумывали. Потом у нас была вторая Завируха, очень симпатичная тоже на наш взгляд. Но сейчас масштабность этого мероприятия, которая просто не может не радовать. И вот много достаточно всяких моментов, которые приходится решать организаторам. И надо сказать, что, конечно, важны партнеры для такого, в общем-то, большого мероприятия. И в этом году генеральным партнером у нас выступает компания Atlantem Британия, которая представляет марку автомобилей Land Rover. Поэтому Рите Медведь, хочу дать слово. Как уже сказала Ольга, мероприятие проходит в третий раз. В этом году, на мой взгляд, мероприятие проходит в новом формате. Во-первых, ожидается большее количество участников, большее количество гостей. И в этом году компания Atlantem Британия вместе с маркой Land Rover приняли решение о том, что мы станем партнером в этом мероприятии. Первое, что нас привлекло к этому мероприятию, это те яркие впечатления, которые мероприятие может подарить своим участникам и своим зрителям. Очень сходно с брендом Land Rover, с теми эмоциями, которые мы дарим нашим клиентам. Поэтому в том числе мероприятие будет интересное нашим клиентам. Хочу отметить, что в рамках этого мероприятия действительно разработана хорошая, большая программа для зрителей. Кроме того, зрители смогут увидеть на экране непосредственно, как проходит гонка, погрузиться, стать участником гонки. Потому что в прошлые годы, насколько я понимаю, основное внимание зрителей было сосредоточено на линии старта, линии финиша и каких-то отдельных точках, где они могли смотреть, как проезжают участники. В этом же году, благодаря трансляции, появляется новая возможность. И технические средства, которые есть в распоряжении, они позволят, я надеюсь, позволят каждому участнику погрузиться в это мероприятие, получить яркие впечатления. И на самом деле, мне кажется, что и для Минска, и для страны это такое знаковое событие в зимних видах спорта, которое дает возможность именно людям прийти и провести уикенд с семьей. Чтобы это было ярко, весело, интересно. Где-то самим попробовать, поучаствовать, прикоснуться к такому, я бы сказала, достаточно экзотическому виду спорта. То есть сейчас уже у нас многие катаются на лыжах, многие катаются на коньках, ездят на велосипедах, водные виды спорта развиваются. Вот я рада, что теперь у нас есть еще и гонки на собачьих упряжках. Мне кажется, это очень интересно, здорово. И вот для нас самое главное, что зрители смогут получить такие хорошие, яркие, эмоциональные впечатления. Вот, в том числе, надеюсь, что наша компания им в этом поможет. Спасибо, Рита. Ну, вопросы у нас еще будут. Я бы, знаете, от себя еще хотел сказать, что чем мне нравится вообще завируха и то, как она организована в Беларуси, это тем, что, в общем-то, организаторам удалось каким-то образом совместить, в общем-то, две составляющие части. Это спортивную часть, которая очень организована хорошо, очень добротно, и спортсмены всегда отзывались о трассе и об организаторских способностях наших ребят очень высоко, очень высоко. И вторая часть – это зрительская такая, зрелищная часть. Во всем мире, как правило, гонки по ездовому спорту проходят, ну, как бы, такой междусобойчик, можно это назвать. Приехали спортсмены, покатались, уехали. А у нас в Беларуси получилось привлечь вот такого массового зрителя, которому интересно, потому что, в принципе, это действительно красивый вид спорта, который приятно смотреть и деткам, и взрослым людям. И получился даже такой, уже даже с первой завирухи получился такой, в общем-то, фестиваль какого-то активного образа жизни, каких-то хорошего настроения. Поэтому, ну, приятно, что вот таким образом завируха развивается, и я думаю, что это не последнее, что может произойти в рамках этого мероприятия. И вот программа, кстати, для зрителей, про которую я хотел бы сказать, она, в общем-то, в рамках третьей завирухи стала гораздо более обширной. Потому что, вот как уже сказали, большим новшеством является то, что будет большой экран. Если раньше зрители могли наблюдать, вот как сказала Рита, действительно только как бы старт и финиш, то сейчас, в общем-то, трансляция при помощи официальной связи МТС, которая поддерживает эту гонку, при помощи портала Тутбивай, при помощи компании 100 камер, которой я тоже хотел бы выразить отдельную благодарность, позволит зрителям наблюдать непосредственно саму гонку, саму гонку на трассе. Более того, на большом экране, который будет расположен в месте проведения соревнования, более того, скажу, что портал Тутбивай организует онлайн-трансляцию гонки, что тоже, в принципе, ну, некая ступенька для нашего мероприятия и очень-очень приятная. Вот, помимо всего прочего, мы всегда с трепетом относились к нашим зрителям, которые приезжают, потому что, как правило, приезжают семьи, с детьми. Вот, и в этом году, чтобы разнообразить, еще более разнообразить, вот какие-то эмоциональные составляющие, мы продумали программу, ну, отдельно, вот я предоставлю слово Наталье Богданович, вот, она расскажет, что и как, но в общем целом, там будет у нас и город мастеров, и различные состязания, как для профессионалов, так и для просто зрителей, которые приедут. Кроме всего прочего, будет организована комната матери и ребенка от компании Чико, где детки смогут погреться, я так понимаю. Так что, ну, вот подробнее, может быть, про составляющие, компоненты программы для зрителей, он нам скажет Наташа. Пожалуйста. Богданович Наталья. Магазин К-8. Нам всего два года, Завируха старше нас, но вот уже второй год, мы вместе с ней, и это действительно честь для нас и большая радость, потому что мы можем говорить об организации, о людях, о чем-то еще, но вот эти пушистые создания, когда ты оказываешься рядом с ними, когда ты запускаешь руку в шерстку, ну, вот, собственно, и случается счастье. Поэтому, что бы ни происходило, там, где есть эти собаки, все равно будет здорово. Обязательно приходите. Мы в этом году, поскольку мы специализируемся на снаряжении профессиональном для туризма, альпинизма и путешествий, мы привлечем наши, привлекли уже наши минские клубы, наших друзей, которые помогут организовать для зрителей, во-первых, веревочный лабиринт, их будет несколько, так что пропускная способность будет очень высокая, и зрители, и маленькие дети, и взрослые смогут сами полазить в нем, разобраться, выпутаться, пройти. Это очень увлекательное занятие. Мы надеемся, что зимние шубы и много одежды не помешает, в общем-то, застрять там хорошо. Хорошо. Второе. Наши друзья из Минского скалолазного клуба «Минск-Онсайт» организуют, натянут стропы, и, в общем-то, зрители получат возможность походить по натянутым канатам над землей. Вот. Причем, как будут и сложные профессиональные участки, так и участки с перилами, на которых, в общем-то, даже самые маленькие детки смогут походить. Мы будем проводить периодически зарядку для того, чтобы согреть зрителей веселую. И мы устроим для тех, у кого нет собак в санях, для родителей с детьми, сани, на приз от нас теплые носки. Вот. Это будут такие гонки на подготовленной трассе для родителей с детьми. В формате заверухи, поскольку это мероприятие очень высокопрофессиональное, мы, в общем-то, спасибо огромное организаторам, которые позволили нам организовать еще и мультигонку для спортсменов. Это тоже серьезное соревнование очень высокого уровня, куда мы ожидаем появления белорусских и российских спортсменов, которые будут соревноваться в многоэтапном состязании на лыжах, бегом, вероятно, даже с велосипедом, если прекратится снег, и все-таки будет более-менее трасса. И это будут веревочные этапы. Мероприятие тоже зрелищное, оно начнется после первого дня заверухи в 3 часа, в 6 оно уже закончится, это будет лимит по времени. Мы думаем, что тоже будет у нас прямая трансляция. Очень эффектно, очень красиво, все это с элементами ориентирования. Вот таким образом у нас будет организована зона от нашего магазина, где каждый сможет проверить себя на прочность, выносливость, ловкость и смекалку. Большое спасибо, приходите, ждем вас. Спасибо, Наталья. Будьте готовы отвечать на вопросы. Запросто. Друзья, ну вообще в заверухе, к этой заверухе, которая будет проходить 26-27 января, можно, в общем-то, применять слово впервые, несмотря на то, что она уже проходит в третий раз, потому что впервые будет много разных всяких разностей. Например, вот компания Атрибьют, которая представляет корма про план, она подготовила конкурс названия самой сильной и самой красивой собаки Беларуси. Поэтому те зрители, которые придут со своими четвероногими друзьями, смогут поучаствовать в этом корм-конкурсе. Единственное, что обращу также ваше внимание, что обязательно для вот этих собачек, которые будут приходить к нам в гости на заверуху, обязательно наличие ветпаспорта, и все они должны быть строго на поводке. Кроме вот этих вещей, про которые рассказывала Наталья, надо сказать, что необычным будет и программа для спортсменов. Необычным будет программа для спортсменов, потому что, опять же, заверуха будет отличаться в том, что какие-то новые виды соревнований предложат и наши организаторы. Оля. Могу дополнить еще для спортсменов. Специально мы придумали, ну где-то он такой немножко юмористический, где-то на самом деле проверяющий их способности как спортсмена. Это так называемые прикладные виды ездового спорта. Это что-то впервые, потому что нигде никогда это не проводилось. То есть все спортсмены своих собак обучают командам. Вперед, лево, право, стоп, тише и так далее. То есть достаточно много команд кто-то использует. Вот первый из конкурсов мы бы хотели проверить, насколько лидер упряжки или самая послушная собака у спортсмена знает и хорошо выполняет эти команды. То есть совместно с магазином «Стихия» и экшн-камерой мы будем это проверять. То есть будет выстроен некий лабиринт, по которому будет идти спортсмен со собакой и голосом командовать, куда ей идти и как поступать. То есть если там стоп, значит надо остановиться. Если это направо, значит повернуть направо. Это один из таких вот проверок их знаний ездового спорта. Еще мы решили тоже выстроить некую трассу и посмотреть, как люди, которые ездят на санях на нартах, это называется в ездовом спорте, умеют ими управлять, то есть входят в повороты. Мы решили им сделать слалом на нартах. То есть с некой горочки они будут спускаться, как фристаллисты через некие вешки. И еще один вариант, это надо будет на время собрать упряжку из шести собак. То есть все собаки сидят, так называемый есть стейкаут, это остановочный, стояночный, так скажем, тормоз для собак, как некая растяжка, где они привязаны, раздеты не в шлейках рабочих, сидят. Их нужно будет оттуда взять, одеть в рабочие шлейки и выстроить, как это нужно перед соревнованиями, в упряжку, прикрепить к саням и сказать, что это команда первая. То есть вот так вот мы будем проверять еще скорость и правильность формирования упряжки. Поэтому я говорю, где-то шуточные, а где-то на самом деле проверяющие их навыки. Также у нас благодаря МТС будет высчитан самый быстрый разгон. Но первые 100 метров, во-первых, ну опять же, вот новшество, впервые, 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 это только вот лозунг этой заверухи. Мы смогли договориться с Федерацией биатлона, берем у них электронную систему старта-финиша, там будет фотофиниш и промежуточные фотофиниши. И вот этот вот первый разгон 100-метровый, в конце его будет стоять промежуточный фотофиниш, который будет показывать. А мы уже будем вычислять среднюю скорость каждого спортсмена. Еще из того, что можно добавить по спортивной части, что большинство ТАС выстроены таким образом, чтобы и зрители, и фотографы видели всю трассу. Мы ее крутим змейкой по лыжероллерной трассе, самых высоких мест, трибун, все это будет видно. И все старты, и все финиши, и еще и экран. То есть зрелище должно быть очень впечатляющее. Это вот, наверное, все, что я еще хотела добавить о спортивной части. Ну, а я добавлю к зрительской части то, что, ну, вы уже поняли, что программа будет для зрителей также очень многообразной. Возможно, будет пострелять из лука, из какого-то лазерного оружия. Я еще пока его даже не видел. Поэтому тоже приглашаем зрителей всех возрастов. Единственное, я хочу сказать, что к нам, кстати, приходят вопросы о том, что будет ли парковка на завирухе платной. Хочу сказать, что парковка на завирухе будет бесплатной. Единственное, с чем мы, ну, предполагаем, возможно, придется нам столкнуться, это то, что парковочных мест, ну, возможно, будет недостаточно. Поэтому вот автомобилистов прошу быть, ну, как бы, в некотором роде к нам снисходительными, потому что, ну, в некотором роде мы думаем, что будет ажиотаж. Ну, еще, если добавлять, то даже в недостаточном количестве мы ожидаем, а просто, ну, это уже по требованиям милиции, мы будем запускать на парковку через деревню Околец и Раубичи, через Дамбу. Там достаточно узкая дорога. То есть, ну, просим и призываем везде автомобилистов быть взаимовежливыми, не загораживать проходы для остальных и парковаться. Везде будут работать люди на парковках, будет работать ГАИ, это все будет организовано. В общем, с пониманием и терпением отнестись к той ситуации, которая может быть сложиться. Про трансляцию туда и Сергею, с ту камеру. Да. Ну, вот то, о чем мы говорили, еще раз повторюсь, что онлайн-трансляция, которая будет на нашей завирухе, не сложилась бы, если бы не было некоторых компонентов. Еще раз хочу поблагодарить компанию Тутбивай, компанию МТС, и вот я бы Сергею еще хотел дать слово, буквально пару, потому что компания 100 камер предоставила нам необходимое количество вот этих камер, которые помогут нам в организации прямой трансляции. Пока Сергей идет к микрофону, я просто расскажу. Я, ну, общаюсь, я видела, как это все начиналось. На самом деле рождались такие идеи, тут столько технических мыслей, все технари и Тута, и МТСа, и вот 100 камер придумывали такие схемы, чтобы вот это все получилось. Я думаю, Сергей о тебя сейчас расскажет. Добрый день, поприветствую еще раз всех. Меня зовут Сергей, можно просто Сергей, вообще Юдитский Сергей Михайлович. Я руководитель отдела систем видеонаблюдения компании Модуль Инжиниринг. Вкратце расскажу про нашу компанию. Наша компания занимается профессиональными системами видеонаблюдения и системами безопасности. Вот к нам обратились организаторы «Зверухи», попросили сделать возможным такую вещь, онлайн-трансляцию, чтобы было расставить несколько камер на въезде-выезде, на финише-старте и на промежуточных точках, где будут, ну, где будет прокладываться трасса, будут участвовать спортсмены, чтобы все посетители могли видеть это на экране, опять же, в онлайне. Задача оказалась довольно-таки сложной и сейчас даже ведутся работы, чтобы еще лучше улучшить качество передачи сигнала. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы зрители могли увидеть на экране те места, которые не будут просматриваться, сидячих мест, чтобы они все это могли увидеть в онлайне на экране при помощи наших IP-цветных камер. Я надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы это случилось. И, ну, на самом деле, уже, как бы, кусок системы готов к этому, поэтому, ну, я думаю, что все будут приятно удивлены, когда смогут это увидеть и в дальнейшем сотрудничать. Мы планируем тоже с организаторами, чтобы все соревнования, которые будут проводиться в этом направлении, всегда могли вот достигать такого зрелищного эффекта. Спасибо, Сергей. То есть, если добавить, то это впервые посредством IP-камер в отдалении от города и в непогодных условиях. То есть, мы фактически вот в поле, может идти снег, мы смогли достичь картинки, достигнуть той картинки, которая будет транслироваться и будет качественной, для того, чтобы передавать ее сюда. Хочу добавить, что в этом году доступна обширная продажа, предварительная продажа билетов на завируху. И если наши зрители вовремя организуют себя, то возможно купить билеты чуть дешевле, чем на самой гонке. То есть, сейчас на интернет-порталах квитки, этикетпро и билеты возможно приобрести билеты, ну вот онлайн, что называется. Стоимость одного билета для взрослого человека в таком случае составляет 30 тысяч на один день и 45 тысяч на два дня. Ну а на самой завирухе стоимость билетов будет 35 на один день и 50 тысяч на два дня. Еще почему мы просим обратить внимание на предварительную продажу билетов, чтобы во время завирухи не скапливались очереди, чтобы просто даже зрителям было удобно, быстро зайти на иную и смотреть мероприятие. Вот, обращу ваше внимание, дорогие друзья, что деткам ростом до 140 сантиметров вход на завируху будет бесплатный. Ну и вообще к детям мы всегда относились с пиететом, поэтому еще раз хочу выразить слова благодарности компании Чико, потому что она на этой завирухе организует комнату матери и ребенка, но это хочу предоставить слово Анне Латышевой. Аня, подойдите, да, микрофон здесь. Спасибо, Олег. Меня зовут Анна, компания Чико. Дело в том, что забота о счастье и здоровье детей это одна из главных целей компании Чико. Именно поэтому мы так искренне откликнулись на предложение организовать детскую комнату Чико на мероприятии организаторов мероприятия «Завируха-2013». Мы хотим подарить кусочек заботы Чико каждому из участников, особенно самым маленьким. И предоставить им условия, и чтобы родители не боялись брать их с собой, потому что действительно зрелище, судя по всему, предполагает быть очень масштабным. Для самых маленьких будет обязательно организовано место для переодевания, где мамы беспрепятственно смогут переодеть ребенка, подогреть или приготовить еду для кормления. Ну а для детей постарше будет уютная и интересная атмосфера и комната, где они смогут заняться любимыми делами, смогут просушить вещи, согреться, отдохнуть, перекусить, посмотреть мультики. В любом случае, ждем всех в гости, чтобы вместе насладиться атмосферой азарта, счастья и веселья. Спасибо за слово. Спасибо. Дорогие друзья, организация такого мероприятия требует, конечно, огромного количества ресурсов и времени, и каких-то организационных моментов. поэтому мы благодарны всем партнерам, и в том числе дизайн-студии Клик Кейк, да, и вот представители Яни Шейко за то, что они разрабатывали бренды, печатали полиграфическую продукцию. Вот, Яна, вам пару слов. Всем добрый день. Хочу выразить особую благодарность Оле Веденеевой, потому что нашей компании только полгода, мы еще совсем молоденькие, вот, только начинаем. Вот, сразу могу сказать спасибо Ирите Медведь за то, что она нам дала как бы такой толчок, вот, мы делали совместный проект, вот, и сейчас вот Ольга нам тоже дала хороший толчок, ну, как бы второй такой большой проект, это Завируха 2003, вот, ну, от себя могу сказать, что я присутствовала и на первой, и на второй, и вот сейчас буду присутствовать уже в качестве менеджера по проекту. Мы разрабатываем, ну, мы взяли такую ответственность на себя, это разработка такого единого стиля, вот, начинали от пригласительных, и вот сейчас будем заканчивать тем, что мы будем делать такую навигацию, то есть будем как бы раздавать карты, на которых будут указаны прямо при въезде, где будут указаны маршруты, где будут стоять какие развлекательные объекты, как бы будем очерчивать чуть всю территорию, и на самой территории у нас будут такие указатели, тизеры, вот, где, чтобы, ну, как бы люди не запутались, куда вообще идти, что смотреть и где, что можно там делать, вот, еще от нас будет, естественно, фотостенка, именно как от дизайн-студии, потому что мы еще и специализируемся на фотосъемке, вот, фотостенка будет необычная, вот, все подробности, конечно, вы узнаете на самом мероприятии, вот, еще будут, от нас еще будет игра, такая, как бы, квест-игра, вот, тоже все подробности узнаете на самом мероприятии, в ней можно участвовать вообще абсолютно любой, и задания будут раздаваться уже на самом въезде, она уже будет как бы прикреплена к карте. И до начала самого мероприятия с понедельника у нас стартует такой видеоконкурс, конкурс скороговорок по случаю как бы заверухи, все подробности тоже я могу раздать потом визитки на кликейк.бай, вот, то есть все желающие могут записывать видео и высылать, как раз закачивать это к нам на сайт, и уже победители будут награждены в день уже награждения 27 января, вот, так что приходите. Спасибо. Спасибо, Яна. Ну, еще я бы хотел выразить благодарность компании Кошек и Дэй, Которая поддерживает, в общем, официальную интернет-площадку заверухи, которая так и называется заверуха.бай. Спасибо им за то, что они оперативные и порой даже поздно вечером размещают необходимую информацию, так что тоже всех призываю заходить на заверуху.бай. Ну, в общем, наверное, вот, с большего и всего, о чем мы бы хотели сказать, возможно, что-то упустили, вот, но очень рады, что к нам пришли замечательные журналисты, и если у вас, дорогие друзья, есть вопросы, то с удовольствием на них ответим. Пожалуйста, представьте, представьте, да, в микрофон говорите. Представьте, пожалуйста. Мирея, если один, я бы хотел бы поздравить вас с тем, что у вас площадка поменялась, это на самом деле здорово. Во-вторых, я бы хотела узнать, с какими фестивалями подобными, может быть, с российскими или с другими заграничными, вы уже в таких тесных отношениях, может быть, дружите, потому что на прошлой заверухе я познакомилась с людьми, которые только-только там откатались где-то в России и сразу ехали к нам. Расскажите, пожалуйста, вот о ваших отношениях с другими фестивалями. Оля, тебе слово. На самом деле я как организатор, естественно, езжу, смотрю много чего, но я еще и как спортсмен езжу и участвую. Еще и судья поездовому спорту, то есть я везде. В прошлом году я была на чемпионате мира в Зуберец, Словакии, смотрела их опыт. Вот только что в декабре я была в Карелии, международная гонка Double Dream. На самом деле езжу везде, знакомлюсь. Если даже не получается съездить, то мы с организаторами очень плотно списываемся. Но скажу по секрету, хотя, может быть, это комплимент самой себе, очень многие спрашивают у меня опыта, поскольку таких вот, я говорю, что масштабов, чтобы и зрители, и спортсмены, и все были довольны, не делает никто. Я не знаю, как мне это удалось. У нас, скорее всего, все-таки местный менталитет или не такой избалованный зритель, который просто не имеет такой обширной программы на зиму. Ну и плюс хорошая организация, Оля, про это можно тоже говорить. То есть от себя могу сказать, что организаторы действительно делают все для того, чтобы получилось что-то эффектное, красивое и запоминающееся. И ну вот тут душу, без ложной скромности скажу, потому что знаю, сколько усилий это требует, то, что они вкладывают, ну вот, в общем-то, дает такие результаты. И, наверное, это один из важных рецептов, составляющих вот завирух. Ну вот мы в пресс-релизе указали, что в этом году мы получили третье место с нашей завирухой на конкурсе «Событийная Беларусь». И когда меня пригласили по этому поводу на телевидение, я там сказала всего одну фразу, и самое главное в ней было то, что я делаю это с душой. Потому что задали вопрос, как же у вас это все получается. Я говорю, я всего лишь это делаю, ну, прежде всего для себя и своих одноклубников, и вкладываю туда всю душу. Все, что хотели, добавить. Ну вот, как-то так. Спасибо. Еще... Хороший был вопрос, спасибо. Да, вопрос был замечательный, спасибо. Если вопросы у нас задержались в дороге, хочу пригласить всю присутствующую аудиторию. Приезжайте на завируху 26-27 января. Я думаю, что не пожалеете, потому что очень надеюсь, что вы заберете с собой хороший настрой, который, в общем-то... Ну, ради которого это, в общем-то, все и делается. Поэтому еще раз спасибо всем присутствующим, спасибо всем компаниям-партнерам, потому что ваша поддержка очень и очень нужна, действительно. И мы рады, что вот уже буквально осталась неделя до нашей завирухи. Спасибо. Ну, еще вот, если добавить, на самих, ну, 26-го, 27-го тоже будут небольшие пресс-конференции. Они будут посвящены именно вот оперативной информации, которая придет к нам уже вот в день или накануне мероприятия. Уже я точно скажу, сколько участников, из каких регионов, в каких дисциплинах, кто чего выступает. Что-то будет известно о программе, еще какие-то нюансы утвердятся. Ну, естественно, будут выступать еще другие организаторы. Это и Министерство спорта в лице Вадима Кармазина, и райисполком. То есть они тоже скажут, почему все-таки уже вот на протяжении стольких лет, уже три года они нас поддерживают. Поэтому, если кто-то из журналистов не аккредитовался на 26-е или на 27-е января, тоже приглашаем принять участие в пресс-конференции во время загору. Спасибо большое. Спасибо. Служу врачам. Спасибо.